Девушки отдыхают Женщина на протяжении 27 лет встречалась с мужчиной. Он воспитывал троих ее детей, а она, мать, появлялась лишь периодически. На детей он написал завещание, а своей ветреной любовнице ничего не оставил. Я являюсь собственником квартиры. Собственник моя жена, понимаете, но я ее муж. Соответственно, часть квартиры принадлежит мне. Квартирный вопрос самый важный для любой семьи. А уж если семья распадается, дележ жилплощади грозит превратиться в затяжную войну. Особенно, если обе стороны уверены в своей правоте. Решил усовершенствовать стол. Он хотел сделать так, чтобы у него крышка была открывалась и потом еще поворачивалась. Я ему только в этом помог. Ну, помалку, но не получилось. Дед и внук не разлей вода, несмотря на то, что родители в разводе. Дедушка учит ребенка познавать мир. Но в ходе познания мира безнадежно портится мебель и ломаются сложные бытовые приборы. Мать мальчика хочет положить этому конец. Оставайтесь с нами. Истец Екатерина Красько просит выделение доли из имущества своего умершего сожителя. Ответчики Иван и Сергей Красько иск не признают. Ответчик Ангелина Красько согласна на выделение матери части наследства. Прошу всех садиться. Пожалуйста, истец, обоснуйте ваши исковые требования. Ваша честь, я Красько Екатерина Александровна. Прошу выделить долю в имуществе совместно нажито с моим, правда, гражданским мужем. Мы не были расписаны. Но мы прожили, Ваша честь, 27 лет. Жили мы с ним в его доме, но мы там прописаны. И я, и мои дети. Это мои дети, это не его. У нас совместных детей, к сожалению, не было. Но он их принял и полюбил как своих детей. Вы имеете в виду ответчики? Да, это мои дети. Это мои дети, да. Но мы вели совместное хозяйство. У нас был общий бюджет. Муж, правда, работал постоянно на молочном заводе. И у него доход был постоянный. Но вы сами знаете, как в провинции доходы небольшие. А мне приходилось где-то подрабатывать временно. Но я все время работала. Правда, мне приходилось часто уезжать куда-то, потому что на месте здесь не было работы. И все деньги, которые я зарабатывала, я посылала домой, потому что там были дети. И я не могла повесить на мужа троих детей. Единственное, конечно, дочка у меня не от него. Но появилась она, когда мы жили уже вместе. Ну, так случилось. Хотя он простил меня и принял дочку, и любил ее даже больше всех. И Ваша честь. И теперь я узнаю, когда он умирает, что я вообще к хозяйству никакого отношения не имею. А ведь за время нашего совместного проживания я посылала деньги на ремонт. Подождите, подождите, истец. А что, было составлено завещание? Да, он составил завещание. И в нем вообще не упоминается мое имя. Он все оставил моим детям. Ведь за 27 лет я столько вложила в наше хозяйство. Был отремонтирован дом. Были постройки сделаны. Сарай, баня, конюшня. Мы скот покупали, который потом продавали. Это же были деньги, которые мы тратили совместно. И которые я зарабатывала. Я все посылала домой. На детей же. А оказывается, что я никакого отношения теперь не имею. И дети со мной делиться вообще не хотят. Ничем. Говорят, кто ты нам? Это я потрясена просто, Ваша честь. Они выросли вот такими за счет того, что я зарабатывала и посылала им деньги. И теперь вообще меня ни во что не считает. Ваша честь, поэтому я прошу выделить долю совместно нажитому имуществу с моим гражданским мужем. Вот все документы у меня есть. Хорошо. Какие документы у вас есть? У меня здесь справки о месте работы, о зарплате, выписка из домовой книги, что я там прописана. И перечень имуществ, которые покупались, вместе строили. Хорошо. Через судебного пристава передайте, пожалуйста. Еще фотографии. И скажите, пожалуйста, вы, заявляя исковые требования об установлении факта совместного проживания и ведения общего хозяйства, долю какую просите выделить? Одну вторую. Одну вторую долю. Пожалуйста, отвечки, кто из вас начнет? Ваша честь, можно мы сначала представимся? Я Крыско Иван Григорьевич, это мой брат. Крыско Иванович, но уже это известно. Ангелина Юрьевна. Вот. Ваша честь, мы не согласны с иском, потому что мы вообще не считаем ее своей матерью. Да, не считаем, потому что все это время она постоянно разъезжала, домой приезжала всего, ну, два-три раза в год, не больше, воспитывал нас, как говорится, дядя Толя, которого мы считаем за своего отца. И мы не согласны с этим. Спасибо, дорогой сынок. Мы познакомились с вашим отцом, когда тебе было 9 лет. А до этого времени, кто же вас воспитывал, интересно, кто кормил вас? Дядя Толя, дядя Толя нас воспитывал и кормил. Толя кормил вас после на те деньги, которые я зарабатывала и присылала ему. Вы этого не знаете, потому что он не отчитывался перед вами, он просто тратил эти деньги. Он и сам неплохо зарабатывал. Совершенно правильно. Но моя доля здесь большая. Подождите, подождите, естественно, подождите. Вот из того, что вы говорите, я, если я вас правильно поняла, то вы работали где-то в другом месте, которое отлично от места проживания детей. Совершенно верно, Ваша честь. Мне приходилось уезжать в другие регионы, чтобы как-то заработать деньги. А вы же знаете, что я не могу срываться каждую неделю и приезжать домой. Но я деньги, которые зарабатывала, я высылала их домой мужу. Он же не говорил им, что дядя деньги получил, и вот мама прислала на ваше воспитание. Так же он нам и не говорил, что он эти деньги получил. Послушайте, я хочу сказать вот что. На самом деле, дядя Толя, это наш отец. Вы наша мать, конечно, да, вот биологическая мать, но не более того. А дядя Толя, собственно говоря, ему памятник нужно поставить такому человеку, потому что только за счет него мы, как говорится, и живы-здоровы. Он нас вывел в люди. А вы были только у нас дома по праздникам. Мы вас видели крайне редко. Видели только на фотографии. Когда дядя Толя показывал нам на это на фотографии, показывал, что это наша мама. То есть было время, когда мать жила с отцом целых пять лет. У нас с братьями большая разница в возрасте, как вы видите. И к тому времени, когда я родилась, они разъехались в институты, в техникумы, а мама приехала к отцу вместе со мной. И мы жили вместе целых пять лет единой семьей. То есть мы вместе отмечали праздники. Она проводила время, она все в себя в меня вкладывала. Правильно, когда денег не было, мне пришлось уехать. Прошу прощения, я просто хотела бы вам пояснить, что если вы признаете заявленные исковые требования, то будет это выглядеть примерно следующим образом. Что это же не просто выделение доли изцу, как просит истец одну вторую долю. Но дело в том, что это и признание завещания в этой части недействительно. И тогда у нас с вами к разделу, как наследственная доля по завещанию, будет половина имущества разделена на вас троих. Не все имущество, а половина имущества. Это вам понятно? Я боюсь, что нет, непонятно. Она не понимает. Правильно? Ну это же можно пустить теперь поле. Гуляй, мамочка, мы выросли. Спасибо. А пусть она вспомнит всех своих мужчин, кто-нибудь ее и... Ответчик, ответчик, ответчик. Это неблагородность. Послушайте, я все понимаю, но она же наша мама, и какой бы она ни была, я считаю, ей нужно... А благородно бросать детей, да, кукушка-то? Я вам еще раз говорю, я вас никуда не бросала. Вы жили с моим мужем, и на мои деньги, которые я высылала вам. Истец, хорошо. Тогда у меня к вам вопрос. Ну вообще, конечно, если это факт совместного проживания, сколько вы сказали, 27 лет? Да, 27 лет. У меня тогда возникает вопрос, а почему вы не зарегистрировали брак? Ну 27 лет, тут значительно... Ну это глупость моя была. Я просто подумала, что дети не его. Я как-то не хотела даже заострять на этом внимание. А он сам тоже молчал. Тогда второй вопрос. Скажите, пожалуйста, а чем бы вы могли тогда объяснить ситуацию, при которой при составлении завещания вы вообще не упомянуты? Ну как-то нужно, можно это объяснить? Я могу объяснить. Ведь кроме моих детей, там проживает еще моя свекровь. И я так думаю, что муж подумал, дети, взрослые, благородные люди, они же не выбросят бабушку и мать свою. И тем более мы там прописаны. А ваша свекровь в этой ситуации не оспаривала завещание? Не требовала выделения обязательной доли? Да нет. По-моему, нет. Нет, не требовала, да? Она тоже думает, что они благородные ребята? Бабушка, это наша настоящая мама. Мы ее считаем своим. Спасибо, что вы ее признаете. И ее право на сожительство в этом доме. С вами. Ну, такое, в общем, достаточно странное расхождение в рядах ответчиков. Тогда двое ответчиков не признают заявленные исковые требования. Вы признаете исковые требования. Да, ну, конечно, мама же не гуляет, куда она уезжала. Она присылала деньги, игрушки, письма писала. Вы утверждаете, что с вашим отчимом... Ребята, опять уехала, сбежала. Ну, как-то бросила, она работать уезжала. Вы утверждаете, что с вашим отчимом истец совместно проживала на протяжении достаточно длительного периода времени, пяти лет, они вели совместное хозяйство. У них был общий семейный бюджет. То есть вы подтверждаете, что у них были фактически брачные отношения. Правильно? Вы знаете, у нас есть свидетель. Мы хотели бы позвать этого свидетеля, потому что я смотрю, что нам... Я думаю, что это как-то влияет на ход данного. Хорошо, пригласите, пожалуйста, в зал свидетеля-ответчика. Пойдем. Пойдите. Ну как, мы поможем просто, человек? Да, мы поможем. Спасибо, ребят. Спасибо, дети. Спасибо. Вот это наша настоящая мама. Спасибо. Мы считаем ее нашей мамой. Ваша честь, я Платова. Галина Семеновна, это мои внуки, дети. Моя снаха гулящая. Галина Семеновна, как у вас говорится, это так называется. Извините, пожалуйста, если бы не было моих денег, вы бы все умерли. Где бы вы были все? Извините, пожалуйста, Галина Семеновна, это моя снаха, Екатерина. Вы знаете, детки маленькие, как говорит, да, сын такой слабохарактерный. И он благотворил вот снахом. Он ее всю жизнь любил. И всю жизнь, да. А я ему спасибо благодаря этому. Над чем платил-то, а? На этот, не ругался, очень ждал визитов ее долгих. В хозяйстве, как говорят, они не принимали никакого участия. Только деньги брали. Деньги не брали, да. Да, ваши деньги только хватило бы на портфеле нам. За хозяйством, вот, Харова, там, тоже никакого ухода с их стороны не было. Только уходы, а деньги-то были? Вы были в командировках на этот раз. А время-то какое? Почему мы тогда все дома без денег, без работы? Скажите мне. Видишь ты, сама ты что говоришь? Она сама мне деньги присылала. Ты деньги видела? Я видела, она присылала. А мы чего не видели? Мы почему-то не видели. Простите, пожалуйста. Она что вас одевает? А вам не давали специально, чтобы такие вот. Свидетель, скажите, пожалуйста, вот истец утверждает, что все эти долгие годы она работала и присылала деньги. Это так? Вы знаете, я насчет денег вам ничего не могу сказать. Совместные были деньги у них. В этом, в хозяйстве денег не было, никаких строек и пристроек участия не принимали. Это просто меня не было. Когда вы были долгое время в отсутствии, то сам мой сын строил сам и баню, и пристройки. Вы участие... Галина Семеновна, ну вы что на самом деле? Извините, пожалуйста. Разве бог он на свою зарплату это содержать? Эту матину вот эту вот. И еще пристройки делал. Вы знаете... Покупаются вещи. Вы же и в участии в воспитании детей не принимали. Вот только лишь. Маша, как говорится, и кормила, и поила, все следила за детьми. Правильно? Сыну очень любил. Если вот таких вот умных и жадных. Не надо было вообще денег высылать и сидеть с вами голодать вместе. Мы денег немножко не видели. И они бы не учились, чтобы хозяйство не было совместного. Будьте добры, пожалуйста, мне завещание, ваше свидетельство о рождении и завещание передайте через судебного креста. Истец, у меня к вам такой вопрос. Вот вы требуете признания за вами доли согласно вашему личному вкладу в размере 1-2. Но где ваше доказательство, что вы высылали деньги, что вы тратили, что деньги из этих денег... Мне же необходимо сопоставить ваш личный вклад, да? Вот ваше личное денежное средство, которое вы тратили, ваш личный вклад. Вот как я должна ориентироваться? На какие суммы? Вы же мне не представили доказательства. Там есть перечень имущества, за которые... Нет, перечень имущества, это замечательно. Все очень хорошо. Это перечень имущества. Ваша честь. Вот скажите мне, пожалуйста, где письменные доказательства того... Все это было у мужа. Чеки, которые покупали все строительные материалы, например. Но если вы высылали деньги, то у вас что, никаких квиточков не осталось? У меня все это было. Я просто никогда не думала, что я попаду в такую ситуацию, чтобы с своими детьми выяснять эти денежные отношения. Так, я поняла вашу позицию. Суд удаляется для принятия решений. Далее в программе. Я являюсь собственником квартиры. Нет. Вот, понимаете, как... Собственник моя жена, понимаете, но я ее муж. Соответственно, часть квартиры принадлежит мне. Из комнаты в коммуналке до сразу в трехкомнатную квартиру. Это большая удача. Но праздник омрачается тем, что муж решил развестись и требует отдать ему половину квартиры. Решил усовершенствовать стол. Он хотел сделать так, чтобы у него крышка была... Открывалась и потом еще поворачивалась. Я ему только в этом помол. Ну, помол, но не получилось у нас. Женщина хочет взыскать со своего бывшего свекра крупный материальный ущерб. Он сломал несколько предметов мебели и бытовой техники в ее доме, пока учил внука мастерить и чинить аппаратуру. Последним был испорчен дорогой ноутбук. Оставайтесь с нами. А теперь вернемся в зал суда. Суд оглашает решение, принятое по делу. В иске о признании права собственности на половину имущества, принадлежавшему умершему, суд считает необходимым отказать. Суд не удовлетворяет заявленные исковые требования, потому что периодически непродолжительный приезд до истицы в гости к человеку, который занимался воспитанием ее детей, не является ведением общего хозяйства. Из представленных суду доказательств следует, что дом принадлежал умершему еще до знакомства с истицей. Последующие постройки были произведены им также самостоятельного, без материального участия истицы, поскольку истиц письменных доказательств о своем участии в строительстве дома представить не смогла. При этом суд учитывает тот факт, что истица была обязана материально обеспечивать своих детей до их совершеннолетия. Поэтому считает, что если истица и передавала умершему какие-либо денежные средства, то прежде всего они предназначались и должны были расходоваться на содержание детей, а не на формирование общего бюджета. В данной ситуации у вашего покойного сожителя на нем не лежала обязанность по содержанию, материальному обеспечению и воспитанию детей, поскольку он не являлся их ни биологическим отцом, ни усыновителем. В данной ситуации суд хотел бы обратиться к вам, что если вы считаете, что какая-то часть имущества и дома может принадлежать вашей маме, вы вправе в этой ситуации оформить договор дарения в пользу вашей мамы, если вы считаете это необходимым. Истица и ответчики, суд огласил свое решение, благодарит вас за участие в судебном заседании. Дело закрыто. Прошу всех встать. Решение суда. В иске отказать. Мне маму жалко. Я действительно подарю ей свою долю дома. Жаль, что сейчас нельзя лишить эту женщину родительских прав. Чтобы она еще и за нами право наследования не имела. А теперь вернемся в зал суда. Истец Иван Погодин подает иск о расторжении брака и разделе совместно нажитого имущества, а именно трехкомнатной квартиры. Ответчик Ирина Погодина иск не признает и считает, что квартира является ее личной собственностью. Прошу всех садиться. Пожалуйста, истец, поясните суду причины расторжения брака. Ваша честь, я прошу суд удовлетворить мой иск о расторжении брака и разделе совместно нажитого имущества, а точнее трехкомнатной квартиры. Дело в том, что я хочу развестись со своей женой ввиду того, что не вижу возможным более нашего совместного проживания с ней. Поскольку я встретил другую женщину, я живу с ней где-то около полугода, и я хотел решить все мирным путем. Хотел оформить алименты, но она не захотела разделить квартиру. Поэтому я здесь. Поскольку мы жили в браке, и у нас была нажита трехкомнатная квартира, и она была приобретена Вами в собственность в период брака? Договор купли-продажи был оформлен ровно год назад, и я давал нотариальные, зверительные разрешения на покупку этой квартиры. Вот. Будьте добры, пожалуйста, мне свидетельство о заключении Вашего брака, и документы на квартиру у кого? У Вас, ответчик? Нет, у ИС. Истец у Вас, да? Да. Документы на квартиру через судебного пристава. Передайте, пожалуйста. Так, ответчик. ИСОМ заявлено исковое требование о расторжении брака. Скажите, пожалуйста, Вы на расторжение брака согласны или Вы возражаете против Вас? Я возражаю. Я абсолютно не согласна. Я считаю, что эта квартира принадлежит только мне. Нет, подождите, Вы меня не подняли. Давайте сначала о расторжении брака. Вы на расторжении брака согласны? Согласны, да. Вы не возражаете против расторжения брака? Теперь уразили совместно наше имущество. Вы возражаете против этого? Я возражаю. Я вас слушаю, пожалуйста. До брака мы жили в коммунальной квартире. Там проживали мои родители и мой брат. Но после свадьбы они были настолько добры, что они решили оставить нам эту комнату и переехали на дачу. Коммунальная квартира принадлежала мне. То есть она была в собственности. Подождите, подождите. То есть вся коммунальная квартира в собственности? Комната в коммунальной квартире. А комната в коммунальной квартире была вами приватизирована единолично на вас? Да. И вы стали собственницей комнаты в коммунальной квартире. Абсолютно так. Я считаю, что он не имеет права на эту квартиру. Подождите, а как это взаимосвязано между собой? Ну, стали вы собственницей и что? Нет, дело в том, что... Спорно, это квартира у нас трехкомнатная, а не комната в коммунальной квартире. Дело в том, что когда дом, в котором находилась коммунальная квартира, коммунальная комната, его признали ветхим, и, не знаю, произошло какое-то чудо. Появился инвестор, который стал предлагать какие-то варианты нам. Было предложение переехать в однокомнатную квартиру в центре города. Но я наотрез отказалась, потому что мы были прописаны в коммунальной комнате. Я с супругом, мои родители и брат. Представляете, что мы переезжаем в однокомнатную квартиру, она очень маленькая. Я наотрез отказалась, и я решила подождать. Нам были предложены еще несколько вариантов. Трехкомнатная квартира, но она была на окраине. И я решила, что это лучший вариант, то, что было предложено. Ты одна решила, да? То есть фактически... Мы решили, а ты решила. Истец, инвестор в порядке расселения. Жилья под снос, он вместо комнаты в коммунальной квартире, собственностью которой вы остались, вам была предложена трехкомнатная квартира. Да, была такая схема. То есть трехкомнатная квартира была в собственности. Нет, ну понятно. Если у вас комната была в коммуналке в собственности, вам другой вариант и не могут предложить. А что в этой трехкомнатной квартире, вы получили свидетельство о право собственности только на себя? Да. А все остальные члены семьи что, сохранили право пользования? Да, они сохранили право пользования. Истец, давайте теперь поговорим по поводу комнаты в коммунальной квартире. Собственником которой вы не являлись. Я являюсь собственником квартиры. Собственник моя жена, понимаете, но я ее муж. Соответственно часть квартиры принадлежит мне. Нет, ответь, простите, ответь, вот смотрите какая ситуация. Приходит инвестор, которому очень нравится местоположение какого-то дома. Дом признается ветхим, аварийным, каким угодно. Вот инвестор начинает разговаривать со всеми жильцами, потому что, естественно, по инвестиционному контракту ему необходимо обеспечить всех проживающих в этом доме, раз он идет под снос по социальному жилью, по одним нормам, если собственность, по другим нормам. Он приходит к ответчику. Ответчик проявляет твердость, стоит намертво и не уступает этому инвестору. В конце концов добивается чего? Что инвестор говорит, ну хорошо, я все понял, но что происходит? Он первоначально, это даже может быть сделка, которая совершена в один и тот же день, он выкупает у ответчика, как у собственника комнаты, ее комнату, да, выкупает. Ответчик дает поручение этому инвестору, вот на эту сумму, на которую вы выкупили у меня эту комнату, теперь купите мне трехкомнатную квартиру. Что происходит? Вы-то в этой сделке с какой стороны стоите? Я давал нотариальное разрешение, без моего разрешения она не смогла бы купить эту квартиру. Ну не смогла бы, но от того, что вы дали разрешение, что, собственность у вас образовалась, что ли? Ну, вы понимаете, дело все в том, что условия, вот понимаете, меня условия не устраивают, условия проживания в этой квартире. Я ее хочу разделить с этим. Я имею право на... Вы решили уйти из семьи, образовать новую семью, ну, хорошо, пожалуйста, это ваше право. Теперь вы говорите, меня не устраивают там условия проживания. Соответственно, да. А что вы хотите... Я имею право на часть в жилплощаде этой квартиры. Нет, хорошо, предположим, вы получаете эту часть, и что? Вы берете новую свою жену с ребенком, привозите в квартиру? Ну, это не... Это, знаете, я могу продать эту часть, например. Понятно. Ну, понятно. Так, я поняла вашу позицию. Суд удаляет себя принятия решения. Далее в программе. Решил усовершенствовать стол. Он хотел сделать так, чтобы у него крышка была... Открывалась и потом еще поворачивалась. Я ему только в этом помог. Ну, помалка, но не получилось у нас. Дед и внук не разлей вода, несмотря на то, что родители в разводе. Дедушка учит ребенка познавать мир. Но в ходе познания мира безнадежно портится мебель и ломаются сложные бытовые приборы. Мать мальчика хочет положить этому конец. Оставайтесь с нами. А теперь вернемся в зал суда. Суд оглашает решение, принятое по делу. Исковые требования о расторжении брака удовлетворяет и выносит решение о расторжении брака. Суд расторгает брак между супругами. Поскольку судом установлено, что дальнейшая совместная жизнь супругов стала практически невозможной, ответчик не возражает против расторжения брака. В иске о разделе супружеского имущества и о признании за истцом права собственности на одну-вторую долю квартиры суд считает необходимым отказать. Суд отказывает в иске о разделе супружеского имущества, потому что, следовав все обстоятельства, пришел к выводу, что спорная квартира совместным супружеским имуществом не является. Данная квартира, хотя и была приобретена ответчицей в период брака, но на денежные средства, полученные от продажи комнаты, которая являлась ее личной добрачной собственностью. Денежные средства, полученные от продажи данной комнаты, хватило на приобретение спорной квартиры, что подтверждается представленными договорами купли-продажи. Поэтому спорная квартира является личной собственностью ответчицы и разделу не подлежит. Истец и ответчик суд огласил свое решение, дело закрыто. Прошу всех встать. Решение суда. Иск удовлетворить частично. Хорошая история получается. Вот вбухал деньги в ремонт, и получается, что я там ни на метр не имею никакого права. Я считаю, что это предвзятое решение, и я намерен дальше продолжать обращаться выше стоящей инстанции. Я не сомневалась, что решение будет именно таким, потому что квартира является моей собственностью. А теперь вернемся в зал суда. Истец Майя Фатеева подает иск о возмещении материального ущерба, нанесенного действиями ответчика на сумму 76 750 рублей. Ответчик Павел Фатеев иск не признает, считая, что не он один виноват в порче домашнего имущества. Прошу всех садиться. Пожалуйста, истец, обоснуйте ваши исковые требования. Ваша честь, у меня материальный иск на сумму 76 750 рублей к моему свекру. Мой свекр неправильно занимается воспитанием моего внука. Так как я развелась его сыном и доверила воспитание ребенка ему, то в последнее время он мне очень много сделал материального ущерба. Вот, например, то, что мы развелись. У меня есть свидетельство о расторжении брака и свидетельство о рождении ребенка. То есть доказывает, что я ребенка воспитываю одна. Так как мой свекр не от мира всего, он неправильно воспитывает внука. Он неправильно показывает ему, как надо быть настоящим мужчиной. Например, он очень хотел заниматься воспитанием, я была против этого. И он подал иск о том, чтобы приходить забирать ребенка и на своей территории его воспитывать. Я пошла навстречу, я доверила ребенка. Но были такие случаи, когда ребенок то повредился инструментом на его территории, то травился кислотой. Как это могло произойти? Я не могла понять. Я была просто в шоке. Нет, подождите, ответьте. Вы мне скажите, 76 тысяч, откуда у вас взялись? Ну, 76 тысяч это идет как бы материальный ущерб, когда уже на моей территории происходило воспитание ребенка, и мой свекр переломал мне всю технику в доме. То есть они решили позаниматься техникой, и получилось так, что вся техника пришла в негодность. Ну, истец, у вас 76... 1750 рублей, да. Ну, как вы вышли-то? Тем более, вот такая 76-750. Ну, вот я привожу пример. Например. Мне не надо пример. Вы обоснуете ваши материальные требования, а не примеры мне приводите. Что у вас сломано на 76 тысяч 750 рублей? Первое, они сломали стол, кухонный стол. Мой свегр должен был сделать стол, отремонтировать, привести его в порядок. В итоге он его сломал. Стол стоил 3750 рублей. Стол пришел в негодность, и мне пришлось его выбросить. То есть вот одни затраты. Вот у меня есть товарный чек на стол. После стола у нас был плеер. Плеер, он тоже мне привел в негодность. Он показал мальчику, как устроен плеер. И в итоге плеер сломался. Это стоимость 5000. Тоже есть товарный чек. После плеера у нас шел холодильник. Мой свегр взялся отремонтировать холодильник и сломал его. Затраты 20 тысяч. И последний я купила дорогой ноутбук за 40 тысяч. И пришла в среду с работы. Ноутбук тоже привели в негодность. В итоге мне пришлось делать экспертизу на 8 тысяч. И в центре ответили, что ноутбук никак не могут возобновить, никак его не могут отремонтировать. Вот из этого слагается материальный ущерб. Простите, естественно, это с вашего согласия? Ответчик приступал к починке всех этих изделий. Стола, например, холодильника. Или он без вашего согласия это делал? У меня в это время дома не было. Я была на работе. Я не спрашиваю, были ли вы дома. Я спрашиваю, с вашего согласия. Нет. Он сам проявил инициативу. Нет, пришел ответчик и решил, вот сломан холодильник, сейчас я его починю. Да, так и было. Так, ну хорошо, давайте мне тогда товарные чеки, на которые вы ссылаетесь через судебного пристава. Пожалуйста, ответчики, я вас слушаю. А свидетельство о расторжении брака и о рождении? Ваша честь. Дело в том, что мой внук, это очень талантливый мальчик. Он весь пошел в меня. Я изобретатель. Я всю жизнь занимался изобретением. Вот у меня даже в АИР есть значок. Я работал в КБ, а в свободное время занимался изобретательством. Мой сын Толик, он оказался не таким, он ленивый, ему ничего не интересно. А вот внук, вот во внуке все мои гены передались моему внуку. Он стал таким же изобретателем, как я. Он такой же настоящий мужчина растет. Он во всем интересуется. Ведь основные вещи мужчины это какие-то... Подождите, 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 подождите. В настоящее время истец требует очень конкретную вещь. Истец считает, что вы своими действиями причинили ущерб ее имуществу. То есть, как утверждает истец, вы без ее разрешения взялись чинить стол. После чего стол пришел в негодность. Нет, здесь было дело не так, неправильно говорят. Просто Дениска решил усовершенствовать стол. Он хотел сделать так, чтобы у него крышка была открывалась и потом еще поворачивалась. Я ему только в этом помог. Ну, помог, но не получилось у нас. Потом плеер, у него был просто плеер. А мы решили сделать с ним пишущий плеер. То есть, у Дениса пришла такая идея. Говорит, ну, давай сделаем так, чтобы плеер можно не только было смотреть, но и писать на него. Ну, мы занялись этой проблемой с ним. Он очень талантливый мальчик. Ну, у нас опять тоже не все получилось. Ну, почти, что там вот, ну, немножко не получилось. Ну, сломался плеер. А с холодильником получилось только ничего. Мы его не ломали. Мы под холодильником решил. Дениска сказал, что давай сделаем подставку, чтобы туда больше тяга была. Чтобы он меньше, лучше охлаждался, меньше это самое, потреблял энергии, и будет лучше. Ну, мы когда делали эту подставку, случайно проткнули трубку с этим самым, с фреоном, и фреон вышел оттуда. Ну, это случайность. А мы-то хотели как лучше сделать. Вот. Идеи, конечно, все были моего внучка. А сейчас все инженерные достижения с точки зрения холодильника, поставить вентилятор, чтобы он работал. На подставку мы хотели. А вы хотели на подставку. На подставку, чтобы тяга была лучше. А что, человечество до вас не сообразило на подставку поставить? Ну, понимаете, человечество, оно не до всего может дойти. Только талантливые люди, такие как я, как мой внук, могут вот это придумать. Давайте с компьютером. Хорошо. Что с компьютером произошло? Ну, с компьютером что? Когда купила, значит, компьютер, Дениска меня попросил. Говорит, дед, давай поскорее его освоим. И я решил купить программку подешевле и попроще, чтобы мы могли быстрее его настроить. Усовершенствовать память они решили. Да. И я купил его, как мне посоветовали, в подземном переходе этот диск. Там полгорода покупают. Там и дешево, во-первых. И незаконно. А? Дешево и незаконно. Не, ну, вы знаете, ну, полгорода там, там все хакеры даже обитаются. Да меня, в общем, не интересует полгорода. Да меня ваши действия интересуют, а не действия полгорода. Ну, вот я купил там. Там подешевле, конечно, эти диски. Вот этот SD-диск. Он весь потертый, без надписи, безо всего. Все же прекрасно знают, что в переходе такие диски покупать нельзя. Да, полгорода покупают, а нам нельзя. Ну, полгорода не ломается компьютер после этого, а у вас сломался. Ну, тут я тоже вот не виноват. Я сказал Дениске, давай сначала почитаем, там есть такая брошюра для чайников. Ну, то есть компьютер для чайников. Он обиделся на меня, не стал читать. Говорит, я все сам сделаю. Сам вставил в дисковод этот диск, стал загружать. И когда у него все пошло наперекосяк, вот тут уже я вмешался, стал настраивать. Ну, не получилось у нас, конечно. Вот тут как раз она пришла. В итоге ноутбук сдох. Экспертиза говорит, что восстановление не подлежит никак. Никто не берется и починить. Ну, мы с Дениской попробуем. Это как? Ну, как? Ну, раз никто не берется... Готовичик, вы мне так долго рассказывали, что инициатором всех ваших усовершенствовав был ваш внук. Да, он очень талантливый. Это что, освобождает вас от ответственности? Ну, я же ему только помогал. Вы только помогали. Да. Ну, понятно. Вы также просили опросить вашего внука, если опросить. Да, я вас прошу пригласить сюда моего внука. Хорошо. И послушать, какой это талантливый мальчик. Да, он может быть сверх талантливым. Да. Понимаете? У него все мои гены. Нет, а деньги-то как получить? С геном я же не могу... Я понимаю, что ей очень тяжело. Она воспитывает сына одна. То есть внука одна. Сын ей платит алименты маленькие, там, две тысячи. Я ей помогаю сколько могу. И готов даже давать тебе больше. Подождите, подождите. Ответчик в доме нужна такая очень прагматичная вещь, которая до подставки работала, под названием холодильник. Она нужна, понимаете? В чем дело? Вот откуда истецу взять в холодильник? Ну, скажите. Ну, я помогу, если с чем-то там смогу, как говорится. Я все-то не могу, потому что я, наверное, на пенсии нахожусь сам. Но у меня есть сбережения. Хорошо. Постараюсь помогать. Суд считает возможным опросить несовершеннолетнего, хотя никак не могу понять, какое отношение, поведение ребенка имеет к взысканию ущерба, который причинен действиями ответчика. Ну, давайте, пригласите... Так это же он был всегда инициатором. Я ему только помогал. Ну, вы же взрослый человек, вы могли не помогать. Пригласите, пожалуйста, в зал в качестве незаинтересованного лица несовершеннолетнего. Здравствуйте. Мое имя Денис Фатеев. Я послушаю. И я совершенно не согласен с сельском въезд с моей мамой по отношению к дедушке. Потому что я попросил дедушку помочь мне с компьютером и со столом тогда, и с холодильником, чтобы поставил на подставку. То есть я всегда прошу дедушку помочь, а не то, что дедушка сам делает. А в тот день, когда компьютер сломался, я сам включил компьютер и сам поставил диск, который был пиратским, как дедушка говорит. Пиратский диск. А потом компьютер заглючил. Сначала программа запускалась. Потом компьютер заглючил, у него отключился монитор. И потом дедушка попытался помочь мне. И компьютер сказал, что он все, больше не хочет. Ничего не хочет этот компьютер. Нет. Дедушка подошел, посмотрел компьютер. Попробовал его перезагрузить. Но компьютер завис и не реагировал на команды. А потом вовсе отключился и сломался. Вы представляете, как это было? Ну хорошо. Скажите, пожалуйста, ну вот что сейчас вашей маме делает? Стола нет, плеера нет, холодильника нет, компьютера нет. Что делать? Ну попробуем починить, конечно, компьютер-стол. Но не знаю. Но вряд ли. Но вряд ли. Но вряд ли. Так мама, откуда возьмет еще деньги на компьютер? Как нам? Прекращать общение с дедом? Такое воспитание нам, наверное, не надо. Нет. Я думаю, не надо. А если вам к дедушке переместиться с вашими изысканиями, там тоже много чего интересного есть. С удовольствием, я был за. Нет, нет, нет. Я был за. У нас были проблемы с дедушкой в его квартире. Проблемы. Так, понятно. Суд удаляется для принятия решения. Прошу всех встать. А теперь вернемся в зал суда. Прошу всех садиться. Суд оглашает решение, принятое по делу. Иск о возмещении материального ущерба суд считает возможным удовлетворить частично и взыскивает с ответчиков в пользу юстиции 40 тысяч рублей. Суд частично удовлетворяет заявленные скаевые требования по следующим основаниям. По общему правилу, материальный вред возмещается лицом, виновным в его причинении. В данном случае, исходя из всех изложенных обстоятельств по делу, суд может считать установленным, что вред имуществу юстиции был причинен совместными действиями ответчика и несовершеннолетнего сына самой юстиции, что не отрицает истец в данном судебном заседании. За вред, причиненный несовершеннолетними, то есть недостигшими 14 лет, несут их родители, усыновители или опекуны. Дедушка не является лицом, который в силу договора осуществляет надзор за действиями малолетнего. Поэтому в данном случае он не может нести ответственность за действия своего внука. В соответствии с правилами статьи 1083 Гражданского кодекса Российской Федерации, суд может уменьшить размер возмещения вреда с учетом материального положения причинителя вреда. Поэтому в данном случае суд учитывает то обстоятельство, что ответчик является пенсионером, что стороны в судебном заседании не отрицали и участие несовершеннолетнего в причинении ущерба имуществу юстиции. И поэтому суд посчитал возможность уменьшить заявленный размер до 40 тысяч рублей. Истец и ответчик суд огласил свое решение и благодарит вас за участие в судебном заседании. Дело закрыто. Прошу всех встать! Решение суда. Исковые требования удовлетворить частично. Замечательно у нас дедушка. Хорошо воспитает внука. Своего сына недовоспитывал, но внука довоспитает. 40 тысяч, конечно, жалко. Но я буду считать, что я их внес в развитие человечества, прогресса. И мой внук такой же будет прогрессивный, грамотный, как я. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова